Ротуйте котика! Потушите пожар! Подскажите номер! Ротовальники на Сувязи Час безбеки Субтитры создавал DimaTorzok Что на гэты раз? По улице Шугаева, 17, корпус 1 Установлено, что произошло загорание имущества Кресла и подлокотника дивана На площади 1 квадратный метр Погиб один человек Причина сейчас устанавливается В 11.49 поступило сообщение о пожаре В Ленинском районе города Минска По улице Октябрьская, 12 Произошло загорание печатной машины 2001 года выпуска На площади 5 квадратных метров Причина также устанавливается За сутки с 22 по 23 декабря В Минске зарегистрирован 1 пожар Наказание технической помощи Спасатели выезжали 5 раз В 6.00 в Центр оперативного управления МЧС Поступило сообщение О загорании электросчетчика В Центральном районе По Сморговскому тракту 10 подъезд 3 В результате пожара Повреждена электропроводка Автоматы защиты Закопчены лестничные площадки Причина пожара сейчас так же устанавливается Травмированных, к счастью, нет Ведаешь, калі отбываються Неке назвычайное здарыне Самое праемное Зосяго гэтага чуть Што усе живые И навыць ніхто не отрымаў травмы На счастье Мне падается, што калі так отбываються То гэта бяда Ну яшче не бяда Так, што яшче расскажеш? Так, ну тут уже суточная сводка Будет падленнее Тут прям у нас обилие автомобилей Ну давайте начну Оперативная обстановка С 23 по 24 декабря За эти сутки в Минске зарегистрировано Целых 8 пожаров Ох, я кошмат В 7.30 утра на номер 112 поступило сообщение о загорании автомобиля во Фрундинском районе по адресу Матусевича 35 Произошло загорание в моторном отсеке легкового автомобиля Поврежден моторный отсек, пластиковые элементы и лакокраченное покрытие кузова Причина устанавливается В 8.13 поступило сообщение о загорании квартиры в Октябрьском районе по адресу Жуковского 10 корпус 1 Произошло загорание имущества в жилой комнате двухкомнатной квартиры на площади 4 квадратных метра Повреждено имущество, закопчена квартира В 10.03 поступило сообщение о загорании автомобиля в Партизанском районе по адресу улица Дачная 8 Произошло загорание легкового автомобиля в кирпичном гараже размерами 8 на 8 метров Поврежден автомобиль, закопчено помещение гаража, причина пожара устанавливается В 16.03 поступило сообщение уже о загорании автомобиля в Центральном районе по адресу Тимирязева 114 Произошло загорание заднего левого фонаря Поврежден пластиковый фонарь, лакокрасочное покрытие, заднее стекло автомобиля, ну и причина пожара также сейчас устанавливается В 18.37 спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля в Первомайском районе по адресу Калиновского 29 напротив Было загорание в моторном отсеке грузового автомобиля, поврежден моторный отсек, причина пожара устанавливается Ну а так, я гляжу на этот раз, шмат таких пожаров, так, за тыдень, причины, яких пакульшту не устанавливаны Ну а в уголе, вось, калі казаць, пра авто, якие загораюцца, часто, я б сказала, самая частая причина, якие могуць быць? Ну, самая частая причина – это короткое замыкание, это прежде всего Ну а так, как заметили, наверное, зимой автомобили горят чаще, этому есть множество причин, но, я думаю, более подробно остановимся чуть позже Так, я думаю, што треба спыняться, уся ж таки, гад така актуальна информация, и на кунт аутун, и на кунт зимы, и усь таго самага узгарання Вернемся, крыху пазній до гэтага, што там на кунт статистики, я так, разумею, ёсць яшчэ информация, яку я хотелася б рассказать Да, в 20.48, это все в те же сутки, поступило сообщение о загорании автомобиля во Фрунденском районе по адресу Карского, 8, напротив Было загорание в моторном отсеке легкого автомобиля, поврежден моторный отсек, пластиковый элемент и лакокрасочное покрытие кузова Причина устанавливается И это еще не все В 4.59 на номер 112 поступило сообщение о загорании автомобиля снова во Фрунденском районе по адресу Колесникова, 23 Напротив, произошло загорание в моторном отсеке легкого автомобиля, поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие кузова Пластиковые элементы, стоящие рядом грузового автомобиля И причина также устанавливается Так, наступные сутки, хотя бы давайте коротко расскажем Ну, если в двух словах, то за сутки зарегистрировано 2 пожара, это с 24 по 25 декабря Наказание технической помощи спасатели выезжали 12 раз За сутки с 25 по 26 декабря в Минске зарегистрировано 2 пожара, спасен 1 человек И наказание техпомощи спасатели выезжали 3 раза В 21.48 в Центр оперативного управления МЧС поступило сообщение о загорании в квартире в заводском районе по улице Бачила, 3 В результате пожара поврежден диван, постельная принадлежность, причина пожара устанавливается И в 0.49 в МЧС поступило сообщение о загорании в квартире в заводском районе по улице Селицкого, 101 В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате На площади 15 квадратов метров закопчена квартира И работниками МЧС на полу в горящей комнате был обнаружен без сознания и спасен хозяин квартиры Который после проведения реанимационных мероприятий Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в учреждение здравоохранения Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Причина пожара устанавливается Ну что ж, я думаю, что это такие основные, так? Альба, хотелось бы еще что-то додать, я так не совсем зрозумела Ну да, это самое основное, что происходило Тут состоит стыдать, будьте уважливыми, будьте пильными Худка у нас Новый год, святый, воська пусю гэта было святочна, саправды, так? А не с назвычайными ситуациями И худка мы еще раз нагадаем необходные правила Так само погуляя напереде и по традиции чакая нас гэта приемная справа Так что вернемся литерально праздник в хвилин Час без беги Мы протягиваем, я нагадываю, у нашей студии гость Работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства По надзвычайных ситуациях Владислав Осипчик И гольня, гольня по традиции Мы, нарача, пытание, я спыталась такое вось Я кое, что там будзе И ведайте, мне падалось, что никто не сдагадается А наш гость сказал Ха, сдагадается, я шо и я Гэт ты не сдагадалась Ну, будем сподеваться, что вы Усё ж таки саправдой у нас Вельми таки активная, разумная И худка, худка Будзете досылать нам отказов Саполкова рады и остались вконтакте Раздел поведомления Той, кто перше правильно откажет на пытание Отримая подоронок от Минска городского управления Министерства по надзвычайных ситуациях Сдаётся, я всё сказала А теперь, калиласка, Владислав, пытание Так, ну вопрос будет звучать так Ну, в одной из предыдущих передач я задавал вопрос о лучине А в этот раз немножко будет Правильно сказать, каверзний вопрос А как, собственно говоря, называлось Само приспособление, подставка Для укрепления этой самой лучины О, хотел сказать варианты отказов А варианты у отказов не будешь Что рабить, что рабить Ну что, сдагадываться самим И засылать нам, сколько рады и остались вконтакте Своя отказа Ну, а мы тым часом протягнем нашу размову И так, что мы там обецали Обецали рассказать всё ж таки Что там за авто и чаму яны гарать Что это за такие огни, скажем так Хотя на самом справе всё не так радостно, як хотелось бы В этой теме, потому что Навод по гэтым тыд не бачим, что Шмат, шмат было Здарынил Давай так, чаму, як и махчыма Что с гэтым рабить Ну, что касается заграни автомобилей Коих сейчас очень много действительно Можно выделить три основных источника опасности Моторный отсек, салон, днище Ну, что касается подкапотного пространства Даже при низкой температуре зимой В пробке автомобиль может загореться достаточно быстро Зачастую причиной пожара становится утечка топлива Причиной может стать также плохо затянутая гайка Деформация деталей от нагрева Прогоревшая прокладка Нужно ещё учитывать, что двигатель при движении по пробке перегревается Попадание на него топлива приводит к быстрому возгоранию Ну, ещё одна причина такая неочевидная Осенний листопад Сейчас водители под капот заглядывают в самом лучшем случае раз в неделю И осенью в моторном отсеке зачастую скапливаются листья И часто приводят к возгоранию автомобиля Как только листья высохнут, они становятся похожими на порох Загораются также быстро Достаточно попасть на раскалённый мотор Ну, в целом подкапотное пространство выгорает очень быстро Водитель не в состоянии своевременно отреагировать на ситуацию Когда он видит дым, то зачастую огонь уже вовсю бушует Ну, и при открытии капота приток воздуха усиливает горение И скорость его увеличивается Ещё один пункт – это неисправная система охлаждения Отсутствие необходимого охлаждения приводит к перегреву мотора При деформации деталей совместно с высокой температурой может произойти возгорание Ну, и если остановиться ещё подробнее на салоне автомобиля Что касается салона, то это течи возле лобового стекла Зимой через них вода попадает под приборную панель Ну, и вода, попадая на жгуты приводов и контакты, приводит к короткому замыканию Образовавшаяся искра попадает на пластик, шумоизоляцию и вызывает возграние автомобиля Ну, и также автолюбители часто грешат установкой дополнительного электрооборудования Доработками энергосистемы машины Ну, и в частых случаях это подключённый к прикуривателю переходник на несколько розеток Ну, и всё это создаёт повышенную нагрузку на проводку Так, ну, будем сподеваться, что всё-таки будет выдачно Так и, вось, такая належная догляд будет Вось, в любом разе зарабить то, что мы можем зарабить Мы можем, а всё остальное уже как отрывается А Миштым отрывается и отказывает на пытание, которое ты, конечно, задал Соправдой, вельми-вельми шмат уже отказывал Будем туда глядеть, кто у нас был первый, другой, третий и так далее Ну, я нагадываю, кто был первый То я отрываю подарунок Литерально про из некоторых хвилин Будем подводить выники Стоп гульня Вось, так я скажу Давай, Владислав, нагадывай, какое было пытание, ну, и отказ, конечно Как называлось приспособление, подставка для укрепления самой лучины Ну, и правильный ответ Какие? Свечиц Ну, я крыхую сдёвлен, але так шмат отказывал Так, шмат, на самой справе Ну, першим, самым-самым был Андрей Вось, литерально на хвилинку Хучей вы были за наступных двух А пасля яшче, ну, карате, кажуча, самым высь таким были оперативным Дякую всем остатним А гэта минавита игр Андрей Яшче один Андрей, Йоген Иван Говорил вопрос не тяжёлый Ну, бывай, видишь, девчина може штось ци адрозы не узгадать Ну, а між тем, хто у нас отрымливая Яшче раз нагадываю, Андрей, вы отрымливаете подарунок Админского городского управления Министерства Паназвачайных ситуациях Фотка расскажу, як де забрать А мы этим часам протягнем И вось тут поговорили мы про то, чому сішки загораються гэта ауто Але, цяпер, я думаю, треба сказать Што делать с этим? Ну, хай отбылось, так Кто виноват, опустим пытание А вы, что робить? Давай, что робить, коли так всё-таки отбылось? Ну, естественно, первый признак, самый очевидный, если автомобиль загорелся Это дым из-под капота Как видим его сразу, то включаем аварийку Останавливаемся, высаживаем пассажиров Если дверь заклинило, то выбиваем стекло любыми подручными средствами Отщелкиваем рычаг освобождения замка капота Вызываем сами или просим кого-то вызвать службу спасения по номеру 112 Если дым идет из-под капота, его нужно открывать осторожно, лучше сбоку Широко распахивать капот, конечно же, не стоит, потому что приток кислорода способствует быстрому горению Направляем, ну, так Если капот заклинил от температуры, можно сделать щель при помощи монтировки или подручных средств Палки, лопаты, если кто-то вдруг к собой возит Направьте струю огнетушителя на очаг пожара Также можно использовать плотную ткань, брезент, песок, снег Ну и хотел бы тоже так остановиться, что огнетушитель лучше покупать объемом, ну, побольше Потому что маленькие огнетушители Вот это и стандартные, каких сдавалось им достатково Для прохождения техосмотра этого достаточно Но для того, чтобы справиться с реальным пожаром, то этого будет мало Ну, рекомендую литр, два, двухлитровый Ну и также по огнетушителям спрашиваю часто, какой лучше, порошковый или углекислотный Ну, советуем углекислотный, потому что углекислота обладает еще свойством охлаждения При выходе из патрубка имеет температуру минус 73 градуса Поэтому, но обязательно использовать перчатки вместе с ним, чтобы не получить обморожение Ось, здавалось бы, калі кажеш на слых, шмат манипуляций А я думаю, что варты ясчай нагадать, что час выгорания авто вельми-вельми невеликі Кольки вось треба, кабы авто выгорала? Ну, минут 5-7 где-то так Очень быстро автомобили выгорают, поэтому лучше не рисковать Если чувствуете, что сами не можете справиться с пожаром Желательно всех, кто из салона, вытащить По возможности подальше от автомобиля отойти, чтобы не взорвался автомобиль Ну и дожидаться приезда спасателей Ну и также, если есть возможность, конечно, не рискуя своей жизнью Отодвинуть автомобили рядом стоящие Ну и если уже автомобиль охвачен пламенем сильно, то, конечно же, рисковать не стоит Ну что ж, здаётся, самое главное мы вызначали И яшчэ одно актуальное пытание Гэта, конечно, Новый год, так, рожаство Святкаваць будуть И, вось, напэлно, таки уже атрыбут, я б сказала, святы Так, гэта пиротэхніка, якая вельми-вельми часто и шмат с кожным Так, кто значая свята И тут, я думаю, варта яшчэ раз нагадать самые головные правила Таму што ходка будзевыць гэта самая святочная ночь Нехай уж таки она без травм обыдзица Давай хотя бы коротка, а што трэба памятаць и ведаць тым, кто скорыстаецца пиротэхнікой? Ну и самого такого основного и очевидного, что пиротэхніка должна быть заводского изготовления То есть надо знать, где ее покупать В правильных местах, у надежных людей Обязательно изучать инструкцию по ее применению Не допускать использования лицами до 15 лет Не запускать фейерверки в состоянии алкогольного опьянения Ну, понимаю, что в новогоднюю ночь тяжело удержаться от такого соблазна, чтобы не запустить что-нибудь в небо Но желательно доверить это действие трезвым людям Не запускать пиротехнику в местах скопления людей В местах массового скопления людей Если фейерверк не сработал сразу, то подходить к нему можно не менее чем через 15 минут Также не запускать пиротехнику Не разбирать пиротехнические изделия Ну и не носить пиротехнические изделия в карманах И не курить во время работы с пиротехникой Тоже, я думаю, понятно, очевидно А бывает же, на этой ситуации, когда, ну, я не вижу наступства, я бы так сказала, у двух осей Так наступства этой пиротехники долетают до балкона, до окна махчима И когда они так само могут нанести шкоду То есть такие ситуации так само требуют лечить? Конечно, часто такие ситуации бывают Поэтому еще один пункт, это не запускать фейерверки вблизи жилых домов Ну, конечно же, не в сторону людей, не в сторону животных и не в сторону, там, балконов Не под кронами деревьев Ну, по возможности выбрать какую-то такую площадку Вот у нас там перед домом горочка есть такая Мы там из года в год приходим на нее Там просто полянка такая, 100 метров Влево-вправо никого нет Ну и там спокойно запускаем Не боясь, что она куда-то залетит, кому-то на балкон Потому что действительно каждый год очень много ситуаций, когда прилетает такой подарок в окно И случается серьезный пожар, выгорает балкон, иногда даже может сама квартира И добро, когда человек не находится в этом моменте на балконе Это так само Такий момент важный Ну и что там мы сказали Инструкция на русской, белорусской мове Повинно быть, так? Если она на иншей мове То это не та инструкция, не та пиротехника Важно, так? Это память и набывать Так само важно, так? В местах продатных В специализированных магазинах, да Ну, с рук нежелательно, конечно же Ну, сертифицированную продукцию Памятайте вас про это важное правило Особливо, я разумею, что наполнилось Дальше, у вас теперь есть уже некие такие моменты Максима, что-то такое отбывалось небеспечное Или по-моему, что тихо? Не, пока что тихо еще таких случаев у нас в этом году По-моему, не было Надо там уточнить На моей памяти такого пока в этом году не было Нехайся, правда, это все спокойно и отбывается И по правилах Дякую, Владислав, что пришел и рассказал нам Для слухача, я нагадаю, что в студии был гость Работник Центра пропаганды Минского городского управления Министерства по незавычайных ситуациях Владислав Осипчик, Март Худалей Так сама была с вами До новых встреч!